Ну теперь от обобщения, вернемся к некоему частному опыту, вот был частный опыт описанный Сергеем, я бы хотел, чтобы у нас еще подозвучал некоторый частный опыт. Катя, вот у тебя же был опыт такого довольно жесткого церковного детства, воспитания в такой, ну вот, все то, о чем там звучало, с строгим постом, с поездками по монастырям, с жесткой регламентацией поведения, одежды и прочее, и вот потом, как, ну собственно, имея в виду как дальнейшую жизнь, дальнейший путь в церкви, как это отзывалось? Ну, наверное, отчасти это связано с моей профессией, то, что я регентом являюсь, да, и как бы я не отходила от Бога, потому что это вот и мой хлеб, и то, к чему я привыкла, то, чего я умею, да, если бы у меня не было этой профессии, возможно, может быть, и я бы тоже отошла, я не знаю, но это меня очень связывает и держит, потому что, ну, вот эти запреты все, вот до сих пор, вот я вспоминаю все эти запреты, мне вот противно от того, что вот меня воспитали вот так, я бы, наверное, я стараюсь как-то по-другому, помягче все-таки с детьми, со слоями, потому что вот этот протест, он все равно есть, и он дальше живет, он остается как-то, где-то вот, не знаю, как у вас, Сергей, если вас прессовали, как бы, да, я этого не говорил, да, может быть, не о вас речь идет, но вот случай, который вы описывали, да, ну, вот вы сейчас говорите, да, и это распространено, конечно. Потом у меня еще очень хорошее наблюдение есть, у меня же практически всю мою жизнь был юношеский хор, сначала он был детский, потом он подрос, и все эти дети... И это уже не в ситуации прессинга? Нет, нет, это уже в нормальной ситуации, в такой, когда уже вот воскресные школы появились, да, все эти дети ходили в храм, все эти дети ходили в воскресную школу, знали закон Божий и все-все-все, и, пожалуй, из всех, кого я знаю, кто пел в моем хоре, ну, может быть, процентов 20 остались в церкви, все отошли. Никто не ходит в храм. Они, они, у них есть связь с Богом, они знают, что такое Господь, у них своя личная связь с Богом, без, вне церкви. Они не ходят в храм, не причащаются. Ну, вот, даже то время, которое я помню, конечно, эта романтика, она и обуславливала крепость церковных рядов. То есть, происходили какие-то небольшие конфликты, но, как правило, человек все равно не отходил от церкви. Часть это то, о чем говорил отец Владислав. Это действительно такая структурность сознания, некоторое повторение все-таки идеологичности, ну, наверное, в хорошем смысле, когда была какая-то дисциплина, и был создан, по сути, параллельный мир. Ведь церковная, религиозная, просто среда верующих людей в 70-е, в начале 80-х годов – это создание параллельной системы. Это, ну, вот, например, это, по сути, подпольная жизнь, частично. Это дети, которые не вступают в пионеры, активы, у кого как, ну и так далее. И, конечно, я прекрасно помню эти именины, где все были еще вместе, и отец Владислав, и отец Станислав Красавицкий, если говорить о переходе в зарубежную церковь, и отец Михаила Ардук, да, и все были своими. И, например, было подполье прямое. Вот я, как бы, люблю иллюстрировать мысль примерами. Вот мой папа, он владел подпольной типографией небольшой в Рязани, где в избушке печатались молитвенники «Жития святых» из Джордан-Вилля, там вот собранные, например, монахини Таисии. Это были мои первые книги. И эта романтическая среда, конечно, формировала особое сознание, когда, с одной стороны, кто-то мог отступить, да, и таким образом шантажировать, подвести, можно сказать, под статью, да, под арест, и это давало дополнительную стойкость. Но эта среда была действительно очень принципиальная, очень идеалистическая. И, к сожалению, сейчас можно представить гораздо более распространенный пример, что человек может и не снимать с себя монашество, и заниматься какой-то коммерцией, еще какой-то жизнью, и совершенно не делать этот выбор. Здесь, мне кажется, все-таки люди, выбиравшие для себя церковь, они делали это настолько принципиально, настолько перекраивали свою жизнь, что они уже не могли отступиться. И вот кроме каких-то отдельных случаев, последовательность действий была просто необыкновенная. Но это же означало, конечно, вот если бы не случилась перестройка, думаю я, каким путем пошел я, например, сам? И потому что ведь это же определенный конфликт с домашними всегда происходил, с родственниками, у тех, кто выбрал веру. Я помню, как к моему папе приезжал его брат, главный лесничий Свердловской области, он рассказывал, как Борис Николаевич на него топал ногами, потому что тот скрыл, что у него брат священник, написал переводчик. И все, ему зарубили карьеру, не дали двигаться в обкоме и так далее. Конечно, это, так сказать, брат разделится с братом и все прочее. Да, я соглашусь с вами, Сергей, в нем было, конечно, романтическое. Каждому из нас, кто в то время застал, есть что вспомнить. Вы помните фотографию отца Александра, я помню, так сказать, как мы по Москве носили ксероксы, распечатанные там в десятках экземпляров. И я, проходя милиционеры, так несколько содрогался мысленно, а вдруг у него возникнет желание сейчас спросить, а что у вас там молодой человек в этих чемоданных или сумках. Это сейчас с улыбкой, с теплом вспоминается, как некоторый романтизм, но действительно было единство. И представить сейчас людей, в том числе клириков, нас, некоторых, сидящих вместе за одним столом и добробеседующих, невозможно. Тех, которые тогда были вполне по одну сторону барьерат, не только в том смысле, как сейчас все мы там по отношению к теистическому мировоззрению, но и внутри церкви, тех разделений не было. Но неужели нам для того, чтобы не допускать расцерковления, нужны внешние стеснения? Этот вопрос тоже встает в сознание. Ну что же, нам, условно говоря, нужна советская власть, чтобы крепко верить. Нам нужно как бы это испытание, но ведь они и сейчас, в конце концов, есть. Пусть нет видимых внешних гонений на церковь, но, скажем так, дух века сего, еще большой вопрос, не теперь ли больше антитетичен христианству, чем это было, ну, по крайней мере, в то время, которое я хорошо помню, 70-е, начало 80-х годов. Там была своя фальши лицемерие, но и свои какие-то ориентиры этические, которые теперь утрачены в обществе вовсе, в каком-то смысле, общественный климат, на мой взгляд, сейчас отвратительнее того, чем это было в конце 70-х, начале 80-х годов. Вот, отец Валерий, как вы думаете, ну, неужели нам нужно, связана ли как-то проблема расцерковления с отсутствием внешнего давления на церковь? Знаете, я помню, заинтересовавший меня плакат, в одном из католических штатов Америки, был большой, там было так написано, «Шокируй маму, сходи в воскресенье в церковь». И, собственно, эта проблема, она актуальна для всех традиционных религий, устоявшихся с отлаженной структуры, что молодежь занимается поисками каких-то альтернативных духовных путей. И он мусульман? Отчасти да. Отчасти да. Мы знаем, что тайна общины христиан есть. Это же тоже справедливо. Да, молодежь ищет, возможно, альтернативных духовных путей. И в моем опыте церковной жизни, жизни священника, такие случаи были, когда молодые люди уходили. Каждый раз это такая трагедия. Вот Сережа правильно сказал, что некоторые из них возвращаются. И действительно, некоторые возвращаются. Нам этот важен опыт, который, собственно, они приобрели в этом поиске. То есть человек искал, человек думал, человек ушел не в некуда, а пытался что-то важное для себя понять. Нам очень важно научиться, собственно, что он понял, что мы упустили сами по отношению к нему, и что он приобрел и привнес. Ну и существует, конечно, другая проблема. Собственно, а как относиться к тем людям, которые пришли после длительного отрыва от церкви? Я не хочу говорить, как их принимать, как когда-то поднимался вопрос в период собора. Но что с ними делать? Какой, собственно, образ покаяния? Как их, собственно, воспринимать церковное общение, которое они возвращаются? Это тоже вопрос не такой простой, как может показаться. И еще бы об одном я хотел сказать в контексте нашего разговора. Все-таки для нас важна такая напряженная литургическая жизнь. И в тех приходах, где она есть, где, собственно, люди получают преемственность этого опыта, это важно. Это важно. Понятно, кто-то остается, кто-то уходит, но многие остаются из-за этого. Не получают этот опыт напряженной, динамичной литургической жизни. И это тоже очень важно. Спасибо. Я с двумя вещами частично бы поспорил. Первое, знаете, ценность поиска, она все же, на мой взгляд, относительна. Потому что цена ухода, это в иных случаев спасение души. Да, иногда это было. Кто-то возвращается, а кто-то становится там язычником, там, индифферентным атеистом или богоборцем в результате. К сожалению, я знаю такие примеры. В силу самых разных обстоятельств. Знаю реально, к сожалению, знаю и святого прихода. Но в любом случае, должны сказать, что дверь в церкви для такого человека всегда открыта. Да, и в этом смысле у каждого священника свое кладбище, за которое с нас, вероятно, тоже как-то спросится. И второй момент, это, может быть, он сейчас косвенный, но я все же отреагирую. Вот когда говорят об интенсивности литургической жизни, как вы сейчас сказали, я не до конца понимаю, что под этим имеется в виду. Вот если под этим имеется в виду регулярность исповеди и причастия, то в таком случае духовенство должно было быть сослови близким к святости. Хотя бы по факту регулярного служения к литургии. Становимся ли мы сильно лучше от того, что, скажем, на порядок чаще мирянно причащаемся? У меня вопрос часто возникает. Я в отношении к себе сильно не уверен, что это вот так происходит. И мне кажется, дело не только в том, как часто, а в том, с каким внутренним отношением. Тут как раз тот случай, когда важно не количество, а качество. А качество, да. Поэтому я соглашусь, если речь идет о качестве, они вот как сейчас часто говорят, что частые причастия решат все проблемы, так сказать, нашей общенной жизни. А не факт, что решит. На мой взгляд, это, по крайней мере, очень дискуссионно. Но вот сейчас я бы хотел Андрея Андреевича спросить, у которого жизненный опыт. Жизненный опыт, скорее, вхождение в церковную жизнь от такого интеллигентно-либерального, теплого, к ней семейного отношения, скорее, традиционно симпатизирующего, чем практически воспитанного в детстве. И, наверное, здесь вот этого отталкивания не могло быть. А обретение церковной жизни шло по-другому. И вот взгляд на проблему расцерковления человека с подобным жизненным опытом каков? Ну, во-первых, какого-то непосредственного опыта, связанного с совершившимся фактом расцерковления, у меня нет. Я могу сказать, что я по каким-то вот, по интенциям, я понимаю то, о чем говорила матушка, о том, что действительно, как бы нераскаянный грех, он очень сильно, так сказать, тебя уводит от церкви. А потом, так сказать, вопрос в том, ты все-таки возвращаешься ли в нее на регулярной основе, чем, собственно, таинство исповеди, да, и по идее является. И действительно, у меня ситуация действительно такая очень плавная и очень спокойная. То есть, там, я рос в интеллигентной не церковной семье, при этом в нашей семье жила Дивеевская монахиня, которая была домработницей у моих прабабушки и прадедушки, и меня, и мою маму еще, кстати, вырастила, да, она умерла, когда мне было 13 лет, а ей было 93, да, то есть, она была вот живой, наглядной связью с церковной жизнью, поэтому было к этому отношение, конечно, такое, как, ну, в общем, да, это вот там для старых, необразованных людей, в общем, это, наверное, нужно, а также это есть некое культурное и историческое наследие, вот жалко, что там реквием Моцарта можно послушать в Большом зале консерватории, и даже страсти по Матфею Баха, и даже можно пойти с Евангелием, чтобы последить, значит, немецкий текст, а вот жалко, что литургия Чайковского и Всенышнего Рахмайнова нельзя, но для этого можно поехать в храм на Ордынку, где 7 ноября поется литургия Чайковского, и одна из моих первых встреч в церкви была именно именно там, вот, в, поэтому, а дальше, так, какие-то другие, вот, вот, дальше 88-й год, дальше поездка за границу, далее, дальше встреча с замечательным священником в Нью-Йорке, с отцом Александром Киселевым, и его семьей, и приобщение к настоящей церковной семейной жизни в его доме еще там, вот, так что, в общем, все так проходило плавно, и, так сказать, вот, я, там, среди моих, там, друзей детства, в общем, церковных людей это нет, среди моих одноклассников, я знаю, что люди церковные есть, но это не те, с кем я общаюсь, в общем, это способствовало его церковлению, да, получается, в результате, так сказать, кризисов избежал человек, не имевший церковного детства, и церковных одноклассников, при этом я, например, сейчас, смотря на наших детей, и, прежде всего, на свою дочку, я, например, с опасением, как бы, думаю о том, при всем том, что мы, ну, чрезвычайно, либерально относимся, так сказать, излишне к домашней церковной жизни, скажем так, в, все равно, вот, глядя на ее характер, на ее отношение к церкви, все равно проблемы будут, проблемы будут, проблемы будут, хотя сейчас, у нее был период, когда она сказала, значит, в 9 лет, значит, отказалась носить крестик, потому что ее никак, вообще, никогда не прессовали, и вообще сказала, что она, что она, в общем, в Бога не верит, а сейчас у нее другая какая-то крайность, сейчас она все время говорит, что ее крайне беспокоит, что она забудет свои грехи, и вообще, она все время о них думает, и их надо записывать, как же это, значит, она забудет свои грехи, да, я говорю, Надя, ну, это самое, ну, о чем ты говоришь, да, вот так, по поводу, по гендерному вопросу, мне, как журналисту, на самом деле, очень интересно было бы выслушать, вот, что скажут, уважаемые пастыри, здесь присутствующие, потому что вот мое наблюдение личное заключается в том, что вообще всегда о здоровье общины, скажем так, можно составить некое первое представление на основании двух вещей, да, это количество мужчин на приходе, мужчин и молодых людей, но даже мужчин, в конце всего, важнее, и о том, какие книжки продаются в церковной лавке, и, в общем, как-то кажется, что, это опять же такое первое впечатление, что все-таки там, где есть какая-то активная общинная жизнь, где это заметно по стендам, там, по объявлениям, по каким-то еще косвенным признакам, в общем, там как-то мужчин больше, но вот, я не знаю, а вот, какие здесь, какие здесь у вас, как бы, мнения и представления? Ну, сейчас мы на этот вопрос попытаемся получить ответ, все, кому я их задаю, стараются не уйти, и говорить про другие вещи, которые им интересны, но все же, вот, от Ксении Лученко, я постараюсь, вот, ее точку зрения, вот, среди прочего, что Ксения сама хотела сказать, и на этот вопрос настоятельно прошу, каким-то образом отреагировать, но есть же видение ситуации, почему у нас теток больше? Не знаю, я просто хожу в такой приход, где, в общем, теток не больше, поэтому мне тоже трудно на этот вопрос ответить. То есть, как раз здоровый, нормальный ситуация. Поэтому мне, так же, как Андрей, очень интересно, вот, по журналисту тоже, действительно, даже как-то социологически услышать, что, почему такая зависимость, что, вот, в приходах, в которых, как-то, не очень ладно с общиной жизнью, больше женщин, чем мужчин, непонятно. вот, но у меня были другие соображения, оберега. Тихо не ищут. Вот, несмотря на то, что, вот, Максим сказал, что были случаи, когда люди, уходя, становились там, язычниками или атеистами, мне-то кажется, что чаще всего, вот этот уход из церкви, это не бунт против Бога, то есть, это не вопрос богооставленности, какого-то личного кризиса, связанного им, то есть, безусловно, это все равно как-то связано с отношением с Богом, с молитвой и так далее, но тем не менее, я вот от тех людей, которые перестали, ну, грубо говоря, ходить в церковь, очень редко можно услышать, что, ты знаешь, я не верю в Бога, я сомневаюсь, что Бог есть, этого нет, они даже и молиться продолжают, в общем, и они уходят, чаще всего, из конкретного прихода, или из какой-то, вот, из одного прихода ушли по каким-то мотивам, а другой не нашли, то есть, чаще всего, это связано с этим, и вот тогда люди действительно в какой-то момент возвращаются, то есть, либо какой-то путь развития и прихода, и своего личного, они проходят, и опять на каком-то новом витке возвращаются в старый приход, либо вдруг они находят какую-то общину, которая вот их принимает, мне кажется, такая ситуация, она более частая, чем какое-то вот именно богоборчество такое личное, то есть, все-таки это связано с отношениями в общине, с каким-то грузом личных отношений, скажем так, в таком устроении церковной жизни, и в этом смысле я вот примерно, мне кажется, понимаю то, что у меня будет отец Валерий, когда говорил напряжение литургической жизни, это когда все-таки вот это, это вопрос общины, жизни общины, то есть, когда вот эта вот служба и совместная молитва, и она чувствуется, и ты знаешь, что священник в алтаре молится за тебя, вот за каждого рядом стоящего лично, персонально, есть какая-то связь молящихся со священником, вот из таких приходов все-таки, мне кажется, уходит реже, чем когда, во многих случаях, ну, это же чувствуется, когда ты приходишь в храм и понимаешь, что чисто формально, что духовенство в алтаре, как бы у них там своя жизнь, а вы тут стойте и стоите, и никаких, никакого взаимодействия, никаких взаимоотношений не складывается. Мне кажется, то, что так происходит все-таки во многих храмах, именно из-за этого люди теряются, то есть человек остается один, священник его видит на исповеди, даже часто не помню его имени, и вот на каком-то неофитском задоре это можно еще пережить, что ты приходишь, исповедаешь, читаешь книжки, тебе все равно все новое, у тебя там такая интенсивная жизнь, тебя так это, извините за молодежный стенд, тебя так вот это все прет, что в общем не важно, отношения никакие не важны, а потом в какой-то момент вот от этого все и становится пресным, что это становится механистичным, ты ходишь, приходишь, исповедался, причастился, там дай бог ты с кем-то поздоровался, мне кажется, это вот очень часто связано именно с этим, либо происходит какой-то кризис собственно общины, то есть или сменяется священник, или его куда-то переводят, или, потому что я вот по этой причине видела очень много людей, которые были конкретно, вот просто у них была личная обида на церковь, у них отняли батюшку, перевели, или наказали, или просто там какое-то административное решение, это такая глубокая обида, что вот у нас же было все хорошо, вот у нас тут была семья, а теперь этой семьи нет, это такое разоренное гнездо, и у людей была, естественно, обида на иерархию, то есть на тех, кто принял это решение, ну и, соответственно, эта обида, она распространялась на то, что человек просто не мог переступить порог, что ему в других местах было неуютно, а здесь у него разоренное гнездо, то есть мне кажется, это вот чаще всего вот эта проблема расцерковления, она все-таки связана именно с общинами, с устроением приходской жизни. Я и соглашусь, и не соглашусь. То есть, безусловно, когда там священник требует исполнителя, все идет так механистически, но это не зажигает, мягко говоря. Естественно, когда чаще, как на вокзале или на фабрике религиозных услуг, то, в общем, как всяком магазине шарпотреба, в какой-то момент приедается, вот, и хочется чего-то другого. Но видел я и другое, эксклюзиво, да, так сказать, знаю и другое, что когда вот такая напряженность духовной жизни очень высока, когда предполагается еще некое такое единство в духе, когда пастырь, вождь и лидер, за которым нужно идти на едином с ним порыве, то там тоже люди как щепки разлетаются по сторонам. И это тоже, так сказать, очень даже происходит. Вот сейчас от Слоя, Владиславу, непременно дам слово, что лучше бы, если бы можно было заменить один блюдо к другим, не за которым лучше идти, с которым. С которым, да. Тогда не очень разлетаются. Тогда не очень, да. Я хочу просто вернуться к гендерному вопросу. Да, приход, приход, тебя смотрели, скоро, скоро. Кто-то созрит. Одну закономерность отмечу. Причину ее не до конца знаю, но ее увидел. Если жена приводит мужа в церковь, он сделал какие-то первые шаги по выцерковлению, я ему уделил внимание, я, в принципе, за эту семью спокоен. То есть, муж будет ходить, семья будет жить какой-то церковной жизнью. Ну, мое участие в этом должно быть небольшое. Но, если муж жену приводит в церковь, я такой паре уделяю максимальное внимание. Потому что здесь все очень тонко. Понимаете, вот я не знаю, почему это происходит, не до конца выясняю. У меня есть какие-то представления об этом, но не до конца выясняю механизм. Но знаю, что здесь всегда очень тонко. Что здесь может всегда обломаться. Что и муж церковный, и жена оба могут уйти из... в той или иной мере из церкви. Вот такую закономерность для себя я увидел. пока отметим. У меня тоже нет готовых объяснений вот этому как бы феномену. Но вот дальше, я думаю, сейчас у нас как бы не затягивает до безумия наш круглый стол. Всем нужно как-то уже разумный вечер планировать. Я сейчас предлагаю достаточно коротко высказаться по теме, по которой мы неизбежно высказаемся короче. Потому что все мы всегда с легкостью ставим диагнозы и определяем, что не так. Есть ли какое-то видение, какие-то советы, я не хочу сказать внутреннее ощущение того, что мы каждый могли бы делать, что церковь могла бы делать для того, чтобы каким-то образом сглаживать эту проблему. Если не решить ее вовсе, то сглаживать эту проблему. Вот как каждому из нас видится со своего как бы ракурса. Или ничего нельзя сделать, нужно принять данность как она есть, на Бога положиться. Вот отцу Владислава, потом Сергей дам слово. Сергей дам слово даскать. Ну, я думаю, что, конечно, здесь зависит от доброты родителей, хотя никаких универсальных рецептов, безусловно, нет. Вот у меня сын любит ходить в церковь, ему там будет пять лет в марте. Ну, как он любит? Конечно, когда он оказывается на даче у моих родителей, летом он сам с удовольствием идет в церковь. Если он слышит, что не будет похода в церковь, то он ужасно на это гневается. Но я думаю, что это связано с неким развлечением, конечно, в первую очередь, в его возрасте. Это что-то даже вроде смены декораций, это яркое впечатление, но тем не менее, когда нет насилия, да, у него есть выбор, иногда там редко ему вдруг не хочется, это уже создает какую-то здоровую атмосферу. Я думаю, что в первую очередь здесь нужно с раннего, с самого раннего возраста, с первых лет, а особенно с возраста подросткового проявлять терпимость к... Толерантности. Ну, я не люблю это. Хотя он наследует прекрасному толерану. Я думаю, что нужно, конечно, проявлять понимание и очень часто напряженность со стороны родителей и их жесткость связана с их неофитством. Пускай даже этому неофитству там может быть и 20, и 40 лет. Все равно это очень часто связано с тем, что они от нерелигиозной среды сделали шаг в религиозную. Но это один из аспектов. Я не знаю, как происходит в тех семьях, где уже там внуки, да, и где дети стали священниками, внуки уже готовятся в священники. Может быть, там все как-то мягче и безоблачнее. Не обязательно священниками. Нет, я обостряю, я привожу более такой, да, радикальный пример. Конечно, не обязательно. Может быть, просто посоломщиками. Но... Тем не менее, вот самое главное, это все-таки доброта. Может ли эта доброта в конечном итоге привести к тому, что не будет никакой выцерковленности? Ну, да. Но если будет все равно какое-то приятное и доброе воспоминание, как у Шмелева в его «Лети Господнем», может быть, это тоже в каком-то смысле неплохо, потому что пути Господни неисповедимы. И когда человек снова вернется в церковь, насколько он будет церковным, это в конечном итоге его личный выбор, его личный отчет перед Богом. Но гораздо хуже, если его церковность превратится в лицемерие, а в дальнейшем обернется воинствующим безбожием. И здесь, конечно, большой спрос из тех родителей, которые действуют максималистски. Отец Владислав, я бы предложил вот сейчас вот, это свободно, но вот на среди с одним высказанием Сергея как-то отреагировать. ага, или ввиду преподавание нравственного богословия, так неужели доброта спасет от расцерковления? Доброта спасает это расцерковление? Так, во-первых, нет одинаковых всегда действующих принципов, которые определяют то, почему человек приходит на лице и почему уходит. Но, потому что слишком много всяких разных обстоятельств, мир, конкретно школа или улица, конкретно семья и прочее, все может быть по-разному, но можно отметить, что отчасти Сергей прав, только я бы обозначил проблему несколько иначе. Доброта есть качество не столько нравственное, сколько психологическое. А я бы сказал так, стремление ни в коем случае не потерять контакта. если потерял контакт с детьми довольно быстро это скажется отрицательно. И его чаще всего уже не восстановить. Это раз, но в связи с этим, в связи с этим, во-первых, понимаю, что величайший дар Божий человеку это свобода уважительно относиться к свободе своих детей. Но, и третье, уважительное отношение к свободе совершенно не значит потворство. а напротив глубокая и точная мировоззренческая выверенность себя в своем жизненном понимании и в своем содержании поведенческом. И все же мы в другом ракурсе подходим к тому, что человека удерживают от расцерковления если я верно понял тебя, отец Владислав, подлинные и настоящие глубокие человеческие отношения. То есть отношения в данном случае в семье между родителями и детьми. Или, как говорил Сергей, отношения доброго расположения между опять же членами семьи или может быть шире, чем просто физическими членами семьи. Я с этим не могу не согласиться, что это бесконечно важно. То есть, конечно, каждому из нас бесконечно дорого вот эти настоящие теплые в человеческих отношениях. Когда его нет, жить без этого страшно. но только ли это, вот только ли искренностью, теплотой человеческих отношений мы можем способствовать пребыванию, удержанию людей в церкви? В конце концов, в чем тогда соль-то христианства? Андрей Андреевич, твое умение по этому же. Ну, как-то вот советов не берусь на такие давать церкви и пастырем. Как бы другой пример, оно явно не сейчас началось. Вот мой дедушка, сам внук священника и сын инженера, как бы сына священника, в начале 20-х предреволюционные воды сознательно ушел из церкви. Его отец был человек с большим положением в городе, был гражданский генерал, как бы сын священника стал инженером гражданским генералом, а его сын в юности демонстративно ушел из церкви, снял с себя крест, не ходил в гимназии на закон Божий. Это был большой скандал в городе, так что, в общем-то, и как бы и до ситуации благополучной, как теперь часто считается с точки зрения положения церкви в обществе, в общем, случаи расцерковления были. Наверное, в ситуации свободы, какой-то степени гражданской свободы, эти эти случаи, они, в общем, всегда будут происходить. Тернышевский. Вот. Тернышевский. Да, 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 да. Вот. А что удерживает? Ну, вот, если говорить о семьях, которые никогда не теряли веры, то вот из числа наших друзей, конечно, могу сказать, что поразительно всегда быть, допустим, вот в доме у отца Николая Соколова и видеть его отношения и с матушкой, и с его детьми. Там, кстати, доброта присутствует. Там любовь, да, да, там присутствует любовь такая, которая... И никогда никакого прессинга. Вот, ну, как я, по крайней мере, да, видимо, я думаю, что что-то было, так сказать, прессинга, не прессинга, но там, там была... Насколько мы знаем, да, прессинга не было, любовь была, наставление какое-то было, но вот это, даже достаточно иногда вот попасть в какой-то, в какой-то дом и почувствовать вот то, как это вот наполняет любовь. Вот такую любовь можно было почувствовать, да, там между отцом Александром Киселевым и матушкой, да, и вот применительно вот к детям, внукам, к клану, да, если хотите сказать. Вот у Соколовых это чувствуется, и это одна из немногих семей, которые мы знаем, где, в общем, преемственность какая-то вот материала. Ксения, ну вот, помимо сказанного как бы о семье, об общении, мне кажется, мы должны, может быть, и такую все же тему обозначить, есть ли что-то в нашем общем церковном устроении, что сегодня, скажем так, затормаживает, это не дает зацепок этому крепкому церковлению людей, есть ли, может быть, какие-то более еще уровни выше процессы, которые мы тоже могли бы обозначить. Для многих достаточно серьезным препятствием из таких думающих людей является то, что как бы входя в церковь, они должны солидаризироваться с какими-то идеологическими установками, которые сейчас транслируются определенными церковно-общественными группами или кем-то транслируются через церковь. Или это так преломляется в СМИ, что получается, что это какая-то идеологическая установка церкви. И получается, что люди, которые с этим не согласны, им и в храм уже трудно зайти. Им кажется, что они придут на исповедь причастили за чем-то таким своим и духовным, а им там, ведь нередко даже и в проповедях, я сама слышала, священники начинают какие-то чуть ли не политические установки излагать, которые, в общем, противоречат часто тому, что человек чувствует, он не хочет этого слышать в церкви. Я тоже в заключение хотел бы сказать, подходя, приближая к заключению несколько слов. Знаете, мне представляется, что, вот я внимательно вас всех слушал и с интересом, были вещи, которые я в новом для себя услышал, были те, с которыми соглашался и с которыми нет. К сказанному я бы еще одно добавил, этим мне представляется, что сейчас очень часто образ церкви, может быть, не бытие, но образ церкви нивелируется или редуцируется, точнее, до уровня социального, этического, культурного, идеологического отчасти института. Я не хочу сказать, что это редуцируется в силу, как раз установок в священном начале, потому что это редуцируется в силу того, что на это, на такую роль инструментальной церкви существует некий общественно-государственный спрос. Антологическое понимание церкви отсутствует. Это очевидно, даже у тех власть-предержащих, которые, видимым образом, церкви благоприятствуют, они и благоприятствуют в основном, потому что она видится им общественно-благотворным, полезным или значимым не для государства, институтом, что лучше церковь, чем на нынешнем безлибе. Даже больше, корпорации. Корпорации, как угодно. И, увы, вот это восприятие церкви, как некоего земного института, пусть полезного, хорошего, благотворного, с которым вся наша культура выросла, вся наша словесность пропитана, там, архитектура, построить и прочее, оно приводит к тому, что у огромного количества сегодняшней нашей паствы даже не вырабатывается тяги по церкви, как по мистическому сообществу невидимого людей. Вот, его нет, его просто нет, люди живут, не ощущая в этом потребности. А если в этом нет потребности укорененности, то их, вот, к той самой притче возвращаясь, вот эта вера оказывается, вот там чуть что, от удаенных грехов до просто усталости, утомления, обида на священника, на священноначалье, которое священника перевело, несоответствие идеологических взглядов, все это тогда оказывается проблемой, которая выкашивает на какой-то сроку. Или просто лень жить церковно. Или просто лень жить церковно, потому что нужно утром вставать в воскресенье, вот, а вообще воскресенье у меня единственный выходной, когда я хочу выспаться. И до такого, вот это же, я знаю людей, для которых это становится проблемой в церковной жизни, потому что я не хочу спать. От нее, конечно, неотъемлема литургическая глубина, но, опять же, глубина это не количественная частость. Но вот только не то, что вот просто, и даже не чтение молитв слух, при том, что я внутренне позитивно отношусь к этому, не приступая к существующему кладу, но с внутренним приятием к этому отношусь, но не им одним, видел я американской автокефальной церкви, где молитвы обязательно читаются вслух, и не заметил колоссального духовного прорыва в ОСЕ, в результате, который бы из-за этого как бы произошел, как в церкви, а не как в отдельных людях. Это одна сторона. Вторая, это то, что тоже нельзя не заметить. На мой взгляд, рассорковлению способствует колоссальная наша сегодняшняя разобщенность. Конечно, к той романтической ситуации, которую мы помним в 70-х, отец Владислав помнит в 60-х, начало 80-х годов, не вернулся. Но все же очевидные, выпиющие, Матушка Олеся в одной из своих книг писала, оскудении любви, которую мы сейчас замечаем, когда мы в церкви так сильно друг друга не любим. По умножению беззакония. По умножению беззакония. Мы так сильно не любим по идеологическим причинам, по социальным, по каким угодно. Нас раздражает. Мы не принимаем других церковных людей. Часто не принимаем очень активно, отталкиваемся. И это же очевидно. Мне кажется, это еще одна проблема, которая сегодня есть, в которой люди не находят нас в сообщество того, о котором Христос говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете любви, уметь между собой. Вот это же все очевидно. Я не очень понимаю, что с этим делать, но мне кажется, вот это и дети часто этого не находят. Они не находят это в христианских семьях, в маме с папой. Они находят это в общинах, в которые ходят. А что им тогда это делать? Что мы им еще можем по большому счету предложить, если это не предложено? Как сказал недавно Леонид Парфенов, я как бы сам не герой, не борец, и других не призываю быть героями, борцами. Но хотя бы назовем вещи своими именами. Может быть, хотя бы с называния вещей своими именами может начаться какая-то надежда. Надежда, что, условно говоря, вот этот поток людей в церкви, позначившиеся 15-20 лет назад, не иссякнет, как в западных странах, священник не станет и в России восприниматься как лицо, которое исполняет свою служебную обязанность, к которому в случае смерти Кристины в редких других случаях нужно обратиться, но который, в общем, такой же функционер в обществе, как и другие функционеры, что мы этого все же избежим. Мне кажется, у нас еще есть шанс, русская церковь на сегодня, очевидно, все же развивается динамично. Вот мы, вот в этом смысле, не могу не согласиться с теми, кто говорит, что мы, может быть, единственная крупная христианская церковь из исторических, которая развивается динамично. Но сейчас пора бы нам обозначить, что не экстенсивное развитие, но интенсивное, то, что внутри церкви происходит, единственное, что дает нам надежду, что это развитие продолжится и не кончится на глазах нашего же поколения какими-то такими происшествиями, от которых вообще никому хорошо не станет.